Что представляют собой языческие боги и мифы? Боги персонифицированы. Представляют собой личности, обладающие волей и разумом. А миф – источники истины. Или боги – это явление окружающего мира и последовательности действий. А мифы – это народные сказки. Но это зависит, во-первых, от языческой системы. Во-вторых, это зависит от стадии генезиса языческих представлений о мире. И в-третьих, это зависит от того, как ты это интерпретируешь. Потому что если ты это рассматриваешь с позиции современного секулярного сознания, понятно, что для тебя это всего лишь сказки. Но если мы это рассматриваем с позиции носителя этой языческой традиции, то тут уже совершенно другие перспективы открываются. Потому что есть, допустим, уровень примитивного анимизма, примитивного фетишизма. Чуть не сказал шевинизм. Простите. Вот. Где, допустим, магические свойства приписываются каким-то силам природы, амулетам, животным. Да, там, допустим, представление о тотемном животном. Да, то есть, ну, и как-то так. И причем на самом-то самом… Ну, то есть, степень персонификации, она тоже отлично, например. Да, то есть, грубо говоря, язычество, в котором мы богов воспринимаем как личности, похожие на человеческую личность. И у нас существует какой-то сложный структурированный пантеон с тем, чтобы вот каждый бог в этом пантеоне отвечал за что-то свое. Это на самом деле продукт достаточно развитого религиозного сознания. Да, когда, в общем-то, уже, если мы говорим о социальном аспекте жизни этого общества, то, в общем-то, происходит разложение родоплеменных отношений, выделение социальных классов. И вот это вот структурирование богов внутри пантеона, оно, в общем-то, отражает те процессы, которые происходят внутри человеческого общества. Да, когда выделяются разные профессии, разные социальные классы, и каждый бог, да, или там группа богов, группа божеств, они вот соответствуют и являются покровителями каких-то определенных профессий, определенных классов. Да, то есть, грубо говоря, есть отдельный бог или группа богов, которые являются покровителями конкретно царской власти. Есть свой бог или боги, там, у кузнецов, у земледельцев. Да, то есть, грубо говоря, происходит такое вот разделение культов, да, потому что земледельцы, они могут больше почитать одного бога или богиню, гончары больше вот одного, другого бога или богиню и так далее, и так далее. Причем вот эта вот систематизация пантеона, она ведь происходит не только в строго языческих традициях, но, например, вот в христианстве, да, то есть, христианство это формально и вообще по всем основным принципам и признакам это монотеистическая религия, да, то есть, как бы христианская троица, это не три разных бога, а это некое внутреннее состояние божества, да, вот, где у бога просто есть три разных аспекта. Но, тем не менее, помимо троицы, есть же огромный пантеон святых и в католической традиции, и в православной традиции, да, то есть, можно выделить кучу всяких разных святых, которые, вот, ну, считаются на уровне, там, народного фольклора. Причем, кстати, официальные церковные иерархи в ряде случаев, они могут осуждать такие представления, но, тем не менее, на уровне народного фольклора есть представление о том, что вот такому-то святому нужно помолиться, вот, в случае, если ты, там, допустим, путешественник, и ты хочешь, чтобы, значит, твое путешествие закончилось благоприятно. Вот такому-то святому нужно, там, помолиться, если у тебя, там, какое-нибудь заболевание, связанное с глазами, там, а вот этому святому нужно помолиться, чтобы, там, допустим, женщина, которая хочет забеременеть, да. То есть, по сути, можно это воспринимать как атовизмы, как раз, вот, языческого сознания, когда существовал, как раз, такой вот сложный структурированный пантеон. Но в то же время, в то же время, если мы будем говорить о том, что, вот, на, скажем так, ранних этапах религиозного генезиса, в примитивных языческих, как бы, ну, примитивных язычников, на уровне их примитивных верований, у них не было четкой персонификации, а вот в сложных языческих системах уже появляется вот эта вот персонификация божеств, то это тоже будет не совсем верно, да, не совсем корректно. Почему? Потому что как раз для наиболее древних этапов, значит, человеческого развития, как бы, у совсем древних людей, да, которые вот только начали осознавать себя как люди, значит, в самом, значит, начале, в общем-то, становления человеческой культуры как таковой, у них как раз не было представления о том, что есть какие-то вот силы природы, ну, допустим, в понимании современного человека, да, потому что современный человек, он понимает, что есть силы природы, он их не персонифицирует, но в то же время у него есть представление о том, там, почему дождь идет, там, почему солнце светит, что есть, там, допустим, круговорот воды в природе и всякие такие вещи, которые, в общем-то, вполне себе, естественно, научно объясняются. А вот у древних людей, у них ничего такого не было, поэтому, строго говоря, для них все вот эти вот силы живой природы, они все были персонифицированы абсолютно. И, соответственно, идея о том, что что-то может быть неодушевленным, у них даже, в общем-то, такого и не было на самом деле. И мы можем это проследить, например, даже на тех элементах древних языческих систем, которые, вот, например, в ряде случаев, в как бы случае с рядом территории земного шара, они, эти верования примитивные, дошли до наших времен, да. То есть, грубо говоря, эти общества архаичные, они были изолированы, вот, от какого-то внешнего культурного воздействия. Они не сталкивались, допустим, долгое время с какими-то другими религиозными системами, которые могли бы вытеснить их традиционные представления. И поэтому они их сохранили, да. Потому что у нас есть вот современная, там, экваториальная Африка с всякими примитивными верованиями. Есть, там, в джунглях Амазонки, тоже вот эти все индейцы, которые ведут достаточно примитивный уклад хозяйственный. И тоже они сохранили все свои языческие верования, такие в самом таком примитивном виде. И, кроме того, есть, ну, шаманизм, да, там какой-нибудь в Сибири, а есть еще, значит, синтаизм, синтаизм как религия. И вот, несмотря на то, что, значит, Япония, да, японские острова, они подвергались воздействию, значит, разных волн, как бы, самой разной религиозной экспансии. Потому что там из материковой Азии к ним пришел и даосизм, и буддизм, и конфуцианство, которое на самом деле религией не является, а является лишь этической, значит, философской системой. Потом христианство через какое-то время пришло, и более того, даже на момент кодификации основных памятников синтаизма Япония уже испытала на себя влияние буддизма и даосизма. Но, тем не менее, тем не менее, все равно ядро своих языческих синтаистских представлений они сохранили. И что же мы там наблюдаем? А мы там наблюдаем как раз вот персонификацию буквально всех сил живой природы. Потому что наряду с верховными Ками, да, то есть наряду с богами, которые пребывают на небе, и которые настолько вообще велики и грандиозны, что даже нет смысла им молиться, потому что им на людей просто наплевать, они в некий момент просто запустили определенный цикл создания мироздания, да, цикл творения, выступили в качестве демиургов, но потом вообще устранились от любого участия в делах этого самого мироздания, им просто наплевать. А, соответственно, как бы их потомки, там, и дзанами, и дзагами, они, в общем-то, уже погибли как божества. И, соответственно, верховным божеством синтаистского пантеона является богиня Солнца Аматерасу, которая, в общем-то, является потомком уже вот этого вот второго поколения верховных богов. Но, но, наряду с верховными богами, которые в ряде случаев могут восприниматься как персонификация небесных светил, то есть, там, богиня Солнца, там, Луны и так далее, есть низовые камни, да, низовые. Ну, иногда их, в общем-то, в религиоведческой литературе переведенной называют не богами, а духами. Да, духами именно вот в силу того, чтобы для, допустим, европейского читателя это было более понятно. Но надо понимать, что в японской культуре часто, сплошь и рядом, они обозначаются тем же самым понятием, как и верховные боги. То есть, понятием камни. И вот эти вот камни, да, свой камни есть у каждой, там, у каждого ручейка, у каждой травинки, у каждого леса, у каждой, там, дубравы, поляны, у каждого камня, да, есть свой, вот, какой-то дух внутри, да, есть свой бог. Вот, поэтому это совершенно тотальная такая, совершенно персонификация. Но, в целом, также можно сказать, что все зависит от интерпретации, да, религиозного мифа и вот этой вот картины мира. Почему? Потому что у нас есть с другой стороны индуизм, где тоже, в общем-то, ну, можно сказать, что это, как бы, языческая система. Ну, по крайней мере, такие оценки поверхностные можно было встретить, в том числе, в европейской религиозной литературе 19 века. Вот, что вот тоже там у них бог не один, а богов много. Вот, очень такой развитый структурированный пантеон, и вообще этих богов, там, их миллионы, значит, в индийской культуре можно выделить. Но, но, в чем здесь особенность? Дело в том, что, строго говоря, строго говоря, если мы индуизм подвергаем какому-то вот такому серьезному анализу академическому, то мы должны будем признать в какой-то момент, что индуизм, как религиозный феномен, он любопытен тем, что эта религия одновременно носит и политеистический, и монотеистический, и пантеистический характер. Все это в одном совершенно. То есть, казалось бы, это невозможно, да, потому что, в общем-то, вот эта вот классификация, вот это вот разделение на, там, значит, политеизм, монотеизм, значит, допустим, или там переход от политеизма через генотеизм к монотеизму, в общем-то, вся эта сложная религиовическая классификация, она как раз и возникла для того, чтобы показать вот отличие разных религиозных систем. Но, но, на примере индуизма, в общем-то, там какое есть понимание, то есть, да, богов много, но эти боги, они воспринимаются лишь как некоторые проявленные энергии и эманации какого-то верховного божества или первого божества. То есть, вот этот вот индийский пантеон в действительности индуистский, да, можно сравнить вот с деревом, да, что вот есть дерево, у него множество ветвей, множество листочков на каждом из этих, на каждой из этих ветвей. Но у этого дерева, как бы, есть определенный единый ствол, из которого все вот эти вот, значит, ветви и листочки вырастают. Вот то же самое с индуистскими богами, да, то есть, каждый индуистский бог, это вот такая вот веточка, это такой листочек, но все вместе, да, в своем единстве, они как бы составляют собой некое единое древо. И дальше уже возможная дискуссия между разными направлениями индуизма, она сводится к тому, какого из богов мы считаем верховной личностью бога и источником всех дальнейших аватар, эманаций и проявленных энергий. То есть, есть представление о том, что есть некий верховный бог, который вот проявляет себя в разных обличиях, и вот эти вот разные другие боги, да, это вот его, значит, разные, разные аспекты его проявленных энергий. Да, и поэтому, собственно, есть такие направления основные, как шактизм, да, шиваизм, войсновизм и так далее, и так далее. Но в то же время, в то же время, если мы апеллируем помимо пуранической литературы и эпической литературы, да, главные эпосы для нас в этом преломлении, это, конечно же, Махабхарата и Рамайана, то мы, в общем-то, ну, если мы исходим из традиции Адвайта и Веданта, то мы должны иметь представление о том, что, в общем-то, в основе всех вот этих богов, да, с точки зрения некоторых направлений индуизма и некоторой части индуистской эзотерики находится некий безличный божественный абсолют. Вот в чем дело. И вот эта вот дискуссия между, допустим, сторонниками условного монотеизма и условного пантеизма в контексте индуистской традиции, она тоже всегда, всегда актуальна, да, то есть, с одной стороны, вот эти вот сторонники персонификации божества, с другой стороны, те, кого принято называть майявади. Ну, и, в общем-то, надо понимать, что из вот этой вот брахманической традиции много, в том числе, чисто пантеистических религий вышло, да, ну, в частности, вот, джайнизм и буддизм можно упомянуть, не говоря уже о многочисленных пантеистических направлениях самого индуизма. Поэтому, возвращаясь к изначальному вопросу, как нам понимать богов, кто такие боги, да, и что это вообще такое, насколько они персонифицированы, тут, в общем-то, чтобы ответить на этот вопрос, надо, как бы, понимать, какую вообще аксиоматику использует тот или иной субъект, который пытается на этот вопрос ответить. Потому что тут все зависит от того, вообще, как, вот, конкретный человек, который отвечает на этот вопрос, как он это все воспринимает. Потому что с позиции секулярного сознания, да, это все сказки, это все религиозный миф, который, вот, для нас может иметь только какое-то, вот, культурологическое или историческое значение. С позиции носителя традиции, вот этой религиозной, ну, тоже ответ будет вариативен, в зависимости от того, какой конкретно языческой традиции принадлежит тот или иной субъект, и какие вообще в целом там есть философские школы, вот. Потому что, ну, например, есть языческие системы, которые признают вот эту вот платоновскую дихотамию мир идей, мир вещей, да, и, соответственно, для них все, что существует в так называемом материальном мире, это лишь некие такие проявленные сущности из некого мира потустороннего, да, то есть они признают вот эту вот классическую систему религиозной метафизики. А есть языческие системы, где дихотамия отсутствует, и, соответственно, там считается, что нет никакого мира идей, мира вещей, есть некая такая огромная единая реальность, которая разделена вот примерно как слоеный перёк на определенные, значит, тоже внутренние градации, но, тем не менее, все равно это единый мир, да, и в такой системе ценностей боги, это всего лишь некие высшие существа, которые могут, конечно, обладать сверхъестественными свойствами, да, то есть у них может быть какая-нибудь там суперсила, их можно будет, можно, там, допустим, они намного сложнее их убить, например, да, у них продолжительность жизни может быть несоизмеримо больше, чем продолжительность жизни человека обычного. Так, секунду. Ежи, разбаньте чучу мис. Да, спасибо, я не занимаюсь разбанами, но я в техподдержку напишу, чтобы тебя разбанили, да, спасибо. Да, я напоминаю, разбаны у нас платные, поэтому ведите себя прилично. Вот, то есть, но в то же время, в то же время, внутри вот этой единой системы мироздания существует общий закон, да, ну, в частности, это может быть кармический закон, и этому закону подчиняются все, как бы, все существа внутри этого мироздания существующие, то есть, да, прошу прощения за тавтологию, то есть не только люди и животные там, да, и, вот, но и боги. Боги, они также подчиняются этому кармическому закону. То есть это вовсе не… Мы обозначаем это словом «бог», но понятно, что речь идет не о таком боге, который, например, в аврамическом антеизме фигурирует в качестве верховного божества. То есть это не одно и то же, это понятно. И, собственно, что такое бог, языческий бог в этой системе? А это всего лишь существо, некая такая живая джива, душа, которая накопила очень много благоприятной кармы, и поэтому появилась возможность родиться не на земле в качестве животного или человека, или какого-нибудь растения, например, а в какой-то небесной обители в качестве какого-то божества. И, соответственно, это божество существует очень долго, оно наслаждается своим статусом и так далее, но исчерпав свою благоприятную карму в силу тех или иных причин, соответственно, это божество все равно может, например, в следующей жизни родиться уже в качестве обычного человека, без каких-либо сверхъестественных способностей. Ну и, как правило, в таких религиозных системах высшей целью существования вот этой вот души, которая перерождается снова и снова в разных телах, высшей целью является не рождение в качестве божества какого-то, а выход из вот этого вот круговорота смертей и рождений. Продолжение следует...